Сквер на северной стороне Люберец облюбовали асоциальные элементы. Жители близлежащих домов постоянно жалуются на шум, грязь и неприятный запах. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы выяснить ситуацию. Что из этого получилось, смотрите далее. Мы с детьми гуляем, нам негде посидеть, негде с детьми гулять. Тут все воняет бутылками, но не буду еще больше говорить. Ну, невозможно в этом. Очень их любим и уважаем. Доблестная полиция, наконец бы, занялась бы ими, чтобы их отсюда убрали. Они здесь уже, по-моему, веками сидят. Уже, по-моему, их поколение выросло. Выросло и поколение тех люберчан, кому эта ситуация порядком надоела. Уже много лет пьяницы устраивают посиделки в сквере у вертолета. Скульптура воинам-интернационалистам. Место, где, казалось бы, нужно отдавать дань памяти. Однако местные любители выпить пока оставляют здесь свое здоровье и подают дурной пример молодежи. Так, на улице просто позорятся. А они вас не обижают? Нет. Ну, нет. Ну, какой пример они вам подают, правильно? Да. Например, маленькие дети ходят, смотрят на них. Это как-то на них может повлиять. Правоохранители бездействуют. Наталья Ефимова уже устала звонить в Ухтомский отдел полиции. Пока пьяницы днями и ночами устраивают возле ее дома банкеты, она не опускает руки и хочет добиться справедливости. Тут мусор всегда. Лежат, отдыхают. День и ночь. Утром они похмеляются, вечером они снова, значит, пьют. У них тут место отдыха. Жизнь их здесь проходит зимой и летом. Я хочу, чтобы каждый день тут патруль был, чтобы для начала, чтобы они их гоняли, чтобы запретили, чтобы каждый день их арестовывали, выбирали. Я не знаю, что. Как в других местах порядки наводят? Почему в других местах чисто и красиво, а у нас бомжатник? Однако ежедневно пресекать нарушения общественного порядка сотрудники полиции, видимо, не могут. Да и есть ли от этого толк? Максимум, что сделают правоохранители, это выпишут протокол за административное правонарушение. Конечно, если вообще приедут. Вместе с Натальей Федоровной вызываем сотрудников правоохранительных органов. На улице воинов-интернационалистов распивают около вертолета и дебоширят пьяные люди. Много людей. Как купите? Алкогольный запиток, а? Я сейчас сообщу полицию. Да, спасибо большое. А тем временем заседание Люберчан под мухой, которых даже не смущала камера, продолжается. Некоторые уже готовенькие укладываются спать. Спустя 40 минут мы снова звоним. 112. Никого нет. По словам местных жителей, постоянному беспределу вертолета способствуют магазины неподалеку. Люберчане нам рассказали, что иногда тут происходят даже крупные драки и поножовщины. И как же теперь быть простым горожаном? Бороться с этим можно и даже нужно, говорит член общественного совета при МВД Максим Корфидов. Заниматься тем, чтобы непрерывно стоять над душой и выписывать протоколы через каждые 15 минут, ну просто физически некому. Потому что этим людям нужно выезжать на все вызовы. Самый эффективный способ это, во-первых, обратиться в общественную палату городского округа Люберцы, для того, чтобы этот вопрос как-то поднять на щит. Этот вопрос можно решить только комплексно. Специальная комиссия общественной палаты рассмотрит все возможные пути. Одним из которых может стать развитие народной дружины, которая в большинстве своем занимается такими правонарушениями. Главное не бездействовать и не молчать об этой проблеме. Уж близился рассвет, а их все нет и нет. В течение часа сотрудники полиции так и не приехали. А тем временем те, кто распевали, дебоширили и веселились, разошлись по домам. Выводы остается делать каждому. Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.